Всем привет! Еду в поликлинику. Ребята, в Беларуси проводится массовая вакцинация, но она добровольная и бесплатная. Я уже еду в поликлинику за второй порцией. В поликлинике в нашей делают на выбор два вида вакцины. Производство Китай и производство Россия спутник В. Поскольку я про китайскую вакцину ничего не слышала, негативные отзывы слышала про пфайзеровскую, которая вызывает инвалидизацию и какие-то чуть ли не летальные последствия от введения оной, то, естественно, мой выбор пал на вакцину спутник В. Вакцина производится в нашей поликлинике, по крайней мере, вот у меня восьмая поликлиника, бесплатно. Единственное, что с собой нужно иметь паспорт. Я приняла такое решение, потому что я считаю себя ответственным человеком. Вот у меня 41 год будет. Люди, которые имеют возраст до 40 лет, в принципе, у них более крепкий иммунитет, и они с легкостью, в принципе, переносят это заболевание, коронавирус. Но дело в том, что нас окружают люди, у которых не такой крепкий иммунитет. Ты просто можешь быть носителем этой болезни, легко ее переболеть, но заразить кого-то из близких, кого-то из сотрудников на работе, из друзей. Поэтому я считаю, что коллективный иммунитет – это важно. И я не боюсь делать прививку от коронавируса спутник В. Да, действительно, есть информация о том, что все разработанные вакцины, будь то производство России, Китай или там Pfizer, они не до конца изучены, не до конца известны последствия. Но во мне все-таки побеждает инстинкт самосохранения. И я предпочитаю и сама подстраховаться, и окружающих людей подстраховать, чтобы не было каких-то фатальных последствий. Не дай бог, если я буду носителем этой болезни и кого-то заражу. Между прочим, в Европе, если я не ошибаюсь, то российский спутник не признается. Вот туристы, которые выезжают за границу, они обязаны предъявить сертификат о том, что им сделали прививку. И мне просто кажется, что на самом деле это идет серьезная борьба фармацевтических компаний между собой. Естественно, это большой бизнес. Поэтому они между собой воюют и якобы российскую вакцину спутник В не признают. Между тем, элита Великобритании давно уже привилась именно спутникам В. Единственный вопрос возникает по поводу спутника В. Это условия хранения. Там какой-то особый температурный режим должен соблюдаться. И на сегодняшний день разрабатывается технология, чтобы поставлять ее в другие страны в порошкообразном виде. И уже на месте, так сказать, разбавлять и готовить к вакцинации пациента. Ну, а я уже на месте. Подъезжаю к моей поликлинике к восьмой. Сейчас покажу вам, как меня будут вакцинировать спутником. Ребята, единственный момент, который я забыла вам указать, это то, что если вам потребуется сертификат о том, что вы получили вакцину, что вас провакцинировали, то этот документ будет стоить порядка пяти рублей. Так что имейте в виду, что именно сертификат стоит этих денег. Для тех, кто не из Беларуси, пять рублей это что-то около двух долларов. Так, не забывайте только информацию о том, что вход в поликлинику у нас в масках. Так, здесь мы заполняем бланки такого образца. Это для первичной, да? Ребята, когда вы идете во второй раз получать вторую порцию вакцины, не забывайте с собой брать паспорт и справку о том, что вам сделали первую порцию. Как некоторые особо одаренные люди, что пришлось сейчас домой съесть, вернуться с справкой. Красивый у вас маникюр. Спасибо. В общем, я уже в процедурном кабинете, где мне сейчас будут делать перевивочку. Так, все, готовимся делать укольчик. После прививки сегодня вместо укола не мочить, не чесать, в течение трех дней спиртное не употреблять. А я не пью уже четыре года. Ваню не посещаясь, ограничить физические нагрузки. А какие последствия может вызвать эта прививка, может быть там повышение температуры? Допустим, первая порция у меня ничего не вызвала. Обычно ничего не вызывает. Ага, хорошо. Если вдруг температура, то примите жаропонижающие. А вы сами, вот медработники в основном выбирают спутник или Китай? Это уже по желанию. По желанию. Я выбрала спутник, больше доверия вызывает все-таки. В России более серьезные специалисты. Мне почему-то так кажется, чем в Китае. Хорошо. Это выбор каждого. Спасибо, спасибо. Так, ну а после прививки нужно немножко посидеть полчасика в поликлинике. Если что-то пойдет не по плану, врачи сразу же рядом окажут помощь. Итак, друзья, формируем коллективный иммунитет. Я призываю более ответственно, бережно относиться к своему здоровью, а также к здоровью своих близких, родных людей и ваших сотрудников на работе. Вообще с кем вы едете в общественном транспорте, пожилых людей. Так что это личный выбор каждого. Пожалуйста, сами оценивайте какие-то последствия отдаленные от вакцинации. Я свой выбор сделала, я привилась. Вот такие дела. Так что всем желаю крепкого здоровья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok